Говоря об одном из важнейших, да что там, важнейшем политическом событии России последних дней, отравление Алексея Навального, конечно, в первую очередь, пользуясь случаем обращения к большой аудитории, хочу призвать всех к молитве о его скорейшем выздоровлении, о поддержке его семье и того дела, которое делает команда Навального. Это очень важно для всех нас. И, конечно, в очередной раз просто стыд, лютый стыд, по-другому невозможно назвать происходящее, если оценивать действия нашей российской власти и тех людей, кто находится у нее в заложниках. Сегодня уже мы достаточно много прочитали, видим установленных фактов того, что, во-первых, это действительно было отравление, в чем, мне кажется, никто не сомневался с самых и первых минут, мы видим, что в таких ситуациях врачебная этика, да и элементарная человеческая порядочность многих государственных людей вдруг куда-то моментально улетучиваются и начинают действовать законы политической целесообразности, что очень опасно для государства и всего общества в целом. Конечно же, я думаю, что вот это форсирование ситуации с Алексеем Навальным, с его попыткой отравления, убийства, ну или в крайнем случае выдворения из страны, вызвано событиями в Беларуси, тем, как там развивается сценарий. Очевидно, что российская политическая система, войдя в ситуацию нестабильности примерно год назад, на сегодня достигла того уровня турбулентности, когда она ощущается уже на самом верху власти, непосредственно и главой государства Владимиром Путиным, уже он понимает и ощущает вот эти происходящие внизу процессы протеста. 40 с лишним дней, уже скоро 50, по-моему, протестует Хабаровск. Власть все ждет, когда протест сольется. Провластные эксперты все время пишут, что ну вот-вот никто не придет, а 50 уже почти дней люди продолжают приходить, и их приходит нисколько не меньше. В Башкирии по накалу страстей, по масштабу столкновений крупнейшее политическое событие, когда люди отстаивают свое место для жизни, вступая в противоборство до зубов вооруженным ОМОНом, какими-то формированиями и всей государственной машиной власти, которая давит людей, калечит, терзает возле этой горы. И общество побеждает, власть отступает. И приезжает глава республики, и вдруг заявляет, что вы не волнуйтесь, тут ничего не будет. И сам президент вынужден говорить о том, что мы там разберемся, кто это вообще все это там допустил и затеял и так далее. То есть власть отступает под напором общества. Власть отступает в Хабаровске. Да, сейчас кажется, что она как бы там ничего не делает, но по факту это отступление. Власть отступила в Шиесе. Власть отступила по всем фронтам. Вот по региональной повестке, если мы сейчас посмотрим, отступление власти под напором гражданского общества носит уже масштабный характер. И в этой ситуации еще и события в соседней Беларуси, и полный провал обнуления сроков Путина и внесения поправок в Конституцию рождают уже не просто беспокойство, а нервозность в самых верхних эшелонах власти. Конечно же, приказ на отравление Навального пришел с самого верха. Безусловно, это никакая-то там не региональная инициатива, никакой там сотрудник ФСБ в Томске не может принять такое решение и прочее. Он может только выполнять приказ вышестоящего начальства. Кто такое решение принял? Ну, я надеюсь, мы когда-нибудь узнаем, как в свое время узнали, кто отдал приказ убить Троцкого или наших диссидентов за рубежом. Придет время, узнаем, сейчас это невозможно. Для этого нужно расследование полноценное, которое, я уверен, когда-нибудь будет. И очень важна реакция мира на это событие. Обратите внимание, Европейский Союз выступил с заявлением, потребовав полного гласного открытого расследования. По очереди выступили практически все главы европейских государств. Великобритания, Франция, Германия, Соединенные Штаты. НАТО сделало заявление, потребовав беспристрастного и гласного расследования отравления Навального. НАТО. Это надо было заслужить, чтобы Североатлантический Альянс выступал с заявлением по поводу судьбы политического лидера какой-то страны. Это говорит о том, что уровень опасения действиями российского руководства за рубежом достиг того предела, когда вот такая солидарная реакция всего мира рассматривается этим миром, как хоть какая-то гарантия собственной безопасности. У всех на слуху до сих пор еще дело Скрипалей, убийство Литвиненко, ну и так далее. Ведь куча произошла вот совсем недавно, событий, связанных с убийством тех или иных политических лидеров за рубежом. И уже весь мир рассматривает Россию как источник очень большой опасности, связанной с использованием отравляющих веществ, радиоактивных веществ и так далее. И я думаю, что вот те санкции, которые вчера Соединенные Штаты вновь вели против ряда научно-исследовательских институтов России, занимающихся работой с боевыми отравляющими веществами, они, конечно, не случайны. Это вот тот случай, когда какие-то решения лежат на полке, что называется, а вот такие случаи побуждают к их принятию и быстрому введению в должность. Ну и в целом ситуация политическая, конечно, будет обостряться. Мы видим сейчас полный провал российского «Газпрома» на рынках продажи природного газа в Европе. Мы видим провал на южном направлении поставок газа. Сырье все ниже и ниже катится в своих ценах и объемах поставок. Все это рождает внутреннюю экономическую нестабильность, рождает политическое напряжение, где прорыв возможен вот в любой просто точке. И каждый человек опасен. Потому что вот современные каналы коммуникации, социальные сети, современное телевидение, когда человек с телефоном может оказаться главным мировым ньюсмейкером, они не дают власти возможность купировать этот нарастающий протест. Условно говоря, в стабильной экономической ситуации разгонять митинг правозащитников в Москве у памятника Пушкину власти вполне по силам. Ну, даже разогнать марш несогласных Москве по силам. Но противодействовать 20 демонстрациям в разных городах России она не может. У нее не хватает на это ни организационного, ни политического ресурса. И власть это уже понимает сегодня. И поэтому так реагирует. И дай бог, чтобы наши политические лидеры оппозиционного крыла не пережили чего-то близкого к тому, что пережил Алексей Навальный. Потому что эта нервозность будет нарастать, это ожесточение будет нарастать. И всем нам потребуется большое мужество, чтобы вот этот исторический этап прожить. Какова вероятность того, что Навального отравила белорусское КГБ? Вы знаете, я читал разного рода сейчас официальные сообщения. И в том числе, я не успел посмотреть, но мне кажется, президент Путин, вчера давая большое интервью российскому телеканалу государственному, сказал, что вот эта ситуация с вагнеровцами, это действие американской, украинской, ну и еще какой-то там разведки. Но послушайте, я человек, не имеющий, слава богу, отношения к спецслужбам никакого, гражданский, оценивающий эту ситуацию на базе своего личного жизненного опыта. Но то, что говорит президент, говорит не о том, что в стране полностью и безнаказанно хозяйствуют иностранные разведки ряда держав, которые здесь находят десятки и сотни человек, снабжают их фальшивыми документами и вывозят на территорию другого государства, полностью не встречая никакого противодействия российских спецслужб. То есть практически об этом глава государства нам заявляет по Первому каналу, что у нас тут вообще вот все, кто хотят, вот украинское СБУ, оно тут чувствует себя как дома и делает все, что хочет. Вот, поэтому я все-таки в отличие от президента Путина с большим уважением отношусь к нашим силовикам. У меня более высокое мнение о их профессиональном уровне и профессиональных качествах. И я не могу принять такую оценку, которую дает президент, что у нас ФСБ это все сплошь дураки и у них под носом тут можно делать все, что угодно. Поэтому я не думаю, что белорусское КГБ по своему уровню и масштабам настолько профессиональнее, чем ФСБ России, что оно может тут безнаказанно кого-то отравить. Вряд ли бы у него это получилось.